Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей вере. Но сегодня в нашей передаче мы поговорим не столько даже о нашей вере, сколько мы поговорим о неком таком явлении, которое где-то с 80-х годов в нашей стране набирает невероятные обороты — это сектанство. Часто люди думают, что действительно это то, что их не коснется, что у них есть некий духовный иммунитет от попадания в секту. Но мы видим, что попадают в секты и умные, и образованные, и здоровые, и благополучные. И вот как в секте не оказаться, мы сегодня поговорим в нашей студии с экспертом в этой области Михаилом Валерьевичем Вершининым. Здравствуйте, Михаил Валерьевич. Ну, я сразу немножечко анонсирую для наших телезрителей, что у нас будет некий цикл встреч с вами. И сегодня первая из наших встреч, и давайте мы ее посвятим, наверное, общим вопросом, потому что очень многие люди слышат слово «секта», но иногда этим словом, как все, в принципе, в нашем языке замыливается, у некоторых слов стираются смыслы, и иногда сектой называют то, что сектой не является. Давайте дадим определение, что же такое секта. Ну, секта — это термин, который возник благодаря больше журналистам, которые взяли его из религиоведения. То есть в классическом понимании секты, там, отлетление от традиционной религии, которые по-другому трактуют постулаты, там, и основные религиозные догматы. А в науке, то есть в психологии в том числе, которые изучают культы, мы говорим о деструктивных культах. То есть это некие социальные группы, которые формируются вокруг лидеров и используют психологические методики манипулирования для контроля своих последователей и для внедрения им определенных убеждений и изменения их поведения. И корректнее, конечно, говорить о деструктивной культе или там асоциальные группы. А секта — это, ну, больше такой термин, как мы используем там в статьях или как ругательное слово. Желание обозвать. Желание обозвать. Даже были несколько судебных дел, когда культы подавали в суд на людей за то, что их называли сектой, но проигрывали, потому что, говорят, ну, секта — это научный термин и нет смысла судиться. А в чем тогда принципиальная разница, ну, по крайней мере, для представителей культов, да? То есть что такое, например, вот в тех же деструктивных культах есть того, что мы, в общем, можем их относить вот к, там, именно к деструктивным культам. Я так понимаю, потому что для социологии, для психологии, если мы говорим именно со светской точки зрения, что православие, культ или нет? Нет, 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 конечно. То есть здесь есть кардинальное отличие. Деструктивные культы формируют у человека зависимость. Его могут в квалификации международных психологических болезней это называется зависимое расстройство личности. И сферы, как игровая зависимость, наркотическая, алкогольная, то есть другие механизмы, но также вы становитесь зависимы от своего лидера группы, от культа. По-другому еще называется ДДД-синдром, ну, там разные есть определения. Главное отличие культов от традиционных религий, традиционные религии не лишают человека выбора. То есть вы в традиционной религии всегда можете взять паузу, обдумать, вы всегда можете сказать там нет на что-то, да, возможно, вы покинете традиционную религию, но это ваше будет право. В деструктивных культах, когда вы в них попадаете, вы становитесь как бы баранчиком, которого ведут на убой, и вам никуда не деться. То есть вы, помимо того, что становитесь психически нездоровым человеком, у вас появляются там дополнительные неврозы, стресс, вы начинаете менять себя, и вы начинаете отказываться от тех вещей, которые вам кажутся ненужными. Мы проводили в свое время исследования, когда я работал в УЗИ, и зафиксировали, целый год водили людей в культы и смотрели, как они меняются. И через год отношения к материальным благам, к имуществу, начинают падать вниз, а так называемые духовные ценности растут вверх. Причем мы водили молодежь, 20-летние студенты, и очень легко в культах формируют, как у вас ничего не отнимают, формируют обстоятельства так, что вы отдаете сами. То есть, например, я вот был на некоторых культах, несколько сотен часов отходил, изучая их изнутри, у нас серия исследований была с психологами, они как говорят, вот мы там строим какое-то свое здание, нам не хватает чуть-чуть денег, вот я докладываю. И когда вокруг вас люди начинают какие-то делать жертвования, вы тоже начинаете присоединяться к этому и делать. А в некоторых культах подсадные утки специально сидят, которые начинают подталкивать к этому. Ну вот самое главное отличие, что вы попадаете в культ, и дальше вами манипулируют. Важно понять, что культы подкупают простыми вещами. Они гарантируют вам здесь и сейчас результат. Они говорят, сделай вот это, и получишь результат. В традиционных религиях все намного сложнее. Нужно вести праведную жизнь, нужно соблюдать определенные каноны, это нужно делать на протяжении всей жизни. И тебе никто не гарантирует тот результат, который ты хочешь, там неизвест. То есть в культах говорят, пожертвуй вот этим или сделай вот это, и ты точно попадешь в круг избранных с определенным результатом. И это подкупает, потому что мы часто находимся под влиянием потребительских моделей поведения, которые влияют на нас. И мы привыкли, что не жди чего-то, ты можешь этим обладать сейчас. И начинаем это транслировать на те отношения, которые не должны этому поддаваться. Отношения с близкими, всегда должен быть победителем, лидером, не имеешь права на ошибку, нельзя ошибаться, быть самым лучшим. Но в итоге у нас сформируется, что все должны быть избранными. Хотя на самом деле многие люди живут простой жизнью, и не все будут принцами. То есть, а в культах вы всегда принц, пока вы платите. А причем культы, вокруг них сформировано ошибочное мнение, что они там обязательно квартиру от них, что-то еще. Вас могут эксплуатировать как рабочую силу, вы можете работать на культ, это тот же вид, вы можете распространять их литературу, вы можете вербовать других. В некоторых культах есть упор на сексуальную эксплуатацию, то есть не обязательно это деньги и квартиры. Но в отличие от жителей Запада, золотого миллиарда, у нас достаточно обеспечены граждане. У каждого есть своя недвижимость и движимость, которая стоит определенных денег. И в этом плане мы очень часто подпадаем под влияние культов. А вот если еще дополнить, есть какие-то именно специфические характеристики, что вот перед нами явно выраженная секта? Ну вот мы сказали, что жесткая манипуляция, ты подпадаешь под воздействие культа. И вот еще что есть? Манипуляцию ее не определишь, к сожалению. То есть там все строится. Очень часто люди, которые думают о культе или приходят туда, чтобы проверить, они думают, что там злые люди, что там пахнет серой, льется кровь там, ну и что там видимое зло. А там милые люди, они добрые, они замечательные, они говорят правильные вещи. Там берется какая-то здравая идея, смешивается с идеей культа и преподносится как единое хорошее блюдо. И понять, что вами манипулируют, достаточно сложно. То есть часто кажется, я слишком умный, я не ошибусь, я схожу. И в культах всегда вас будут торопить принять какое-то решение. В ряде культов будут просить ваши контакты, то есть там у псевдохристианских, например. Их задача — получить ваши контакты, чтобы приходить к вам на квартиру. А на квартире вы уже чувствуете себя в другой обстановке, с вами начинают там работать профессиональные вербовщики, которые подтолкнут вас к принятию определенных решений. В других культах вас попросят убеждать своих близких в правильности. Есть такое понятие психокульты, которые мимикрируют под тренинги личностного роста. Есть вот особенно известные в Самаре, там они используют «Вайспринг», источник жизни, методологию психокультов. И они говорят, поделись с другим, то есть как ты классно, что ты чувствуешь, чего ты достиг, ты стал развиваться. А когда вы начинаете убеждать другого человека в том, что еще сами не разобрались, то у вас происходит психологическое как раз вот этот щелчок, вы начинаете верить. Потому что вам уже важен здесь спор и защита собственного мнения, чем как-то разбираешься ли ты в том, что ты пытаешься донести. Соответственно, понять, что вы попали в плохую организацию, сложно. Вас либо торопят, не дают время принять, и очень часто вербовщиком выступает близкий вам человек. Это самое сложное, почему часто люди делают первый, второй шаг. Потому что это может быть ваш близкий, коллега по работе, член семьи, а мы еще не умеем говорить «нет». Это очень сложно научиться. Мы имеется в виду русского общества. Российское общество. То есть мы часто идем на одолжение, то есть я потерплю, но не испортить отношения. Важно, когда вас куда-то зовут, на какие-то тренинги, на какие-то непонятные богослужения, взять паузу. То есть спросить, а кто ведет, да? А какие там книги, названия? Ясно, что простой человек не разбирается в религии глубоко, он не сможет понять. Но есть интернет. Вы берете название организации, добавляете к ней слово «секта», например, или отзывы, вбиваете. Соответственно, если у организации есть шлейф плохих дел, вы эту информацию критическую найдете. Также с фамилией проповедника, с названием книг, плюс слово «секта», «культ», «отзывы». Вот сейчас нас послушает кто-нибудь и скажет, вот оно «я вбиваю», то, что у меня вызывает сомнения, «вбиваю», «впишу секта», а ничего не выдает. Значит, это нормально? Значит, туда можно идти? Нет, конечно. Вот тут вот, да, может быть, слишком буквально воспринято. Ну, скажем, в любом городе, где больше 300 тысяч человек в нашей стране живет, присутствуют почти все крупные международные культы. У международных культов с большой историей, в них существует шлейф плохих дел. А есть авторитарные группы, которые формируются вокруг одного какого-то лидера, и люди ему поклоняются или верят в его идеологию. То есть лидер может быть не всегда? Или он присутствует всегда? Всегда присутствует, да. Потому что вот я тоже слышал, что одним из признаков секты является наличие харизматического лидера, поведение и слова которого не поддаются никакому критическому осмыслению. У них выстраивается, что вся идеология, которая создана в культе, она истинная, святая. Все, что до этого, это обман. Вас начинает подталкивать, чтобы вы изучали только литературу культа, другое не изучали. Там начинает формировать у вас использование, так это называется, новояз, культовый язык. То есть когда вы используете слова, которые несут другой смысл. Или что-то еще. Например, у саентологов деструктивной культы есть понятие шляпа. У нас это головной убор, а у них это секретная папка саентолога с определенными документами. А когда вы меняете смысл слов и по-другому используются, у вас начинают меняться ваши мышления. И таких уловок много. Вас будут просить делать маленькие одолжения, потом большие. Первое время, пока вас вербуют, к вам будет очень хорошо относиться. Вы будете самый умный, самый красивый, фокусироваться. Когда человек находится в реальной жизни, ну, реальная жизнь, она серая. В ней не всегда бывают яркие краски и в основном заняты бытовыми вопросами. А здесь вы попадаете в сообщество радостных людей, которые постоянно к друг другу хорошо относятся, улыбаются, замечательно. И вы не замечаете, как вам это становится очень хорошо и приятно. Вам стоят глобальные цели, мир во всем мире. Мы все перевернем, мы все улучшим. А для чего ставятся вот эти абсолютные цели в культах? Чтобы вас можно было эксплуатировать десятилетиями. То есть как... А вообще вот есть истории, когда, скажем, интерес к человеку, например, у лидера пропадает, и его просят выйти из секты или просят покинуть. Или все-таки выжимают до последнего пока что. Вот что должно случиться с человеком, чтобы этот интерес исчез к нему? Ну, у каждого культа своя специфика. То есть некоторые живут благодаря потолку. То есть у них очень много людей вербуются, и очень много людей выходит. Есть даже понятие, кто изучает культы, мы их называем серфингисты. Это люди, которые меняют один культ за другим. Они становятся зависимы от ощущения нахождения в процессе. Им не важен результат. Им важно быть в группе и получать вот это удовольствие от осуществления каких-то там культовых проектов, что-то еще. И так же вот и с простыми членами культов. Всегда найдут вам какое-то применение. Да, когда вы лишитесь всего и будете не нужны, или будете, например, спорить, что-то еще, вас могут выгнать. В культах любят использовать, есть как бы истории успеха. Вот человек стал там верить, стал выполнять наши предписания и смог всего достигнуть. Также есть истории неуспеха. Там Вася покинул культ, в него попала молния, его сбила машина, упал кран, и все это произошло в один день. Васю там покарало. То есть у меня были случаи, когда люди понимали, что они находятся в культе, но у них не было воли встать и уйти. То есть у них были сформированы фобии на выход, они боялись. Они там начали, ну верили в конец света. Они считали, что если они покинут культ, то они потеряют право на спасение. Там многие вещи. Свидетели Еговы так и эксплуатируют детей. То есть там выстраивается такой страх, что мало того, что ты потеряешь право на спасение, потеряют право на спасение твои близкие. В Айспринге вам делают напарника, называют его Бадди. То есть вы вместе проходите эти обучающие курсы личного роста. Но если вы уходите, выгоняют и его. Вы становитесь как бы отвечаете за человека. Это вас тоже удерживает. То есть в разных культах вот эти уловки, ваше удержание, ну разные комбинации, но они используются. И вот сказать, будут вас до последнего эксплуатировать, смотря куда попадете. Но обычно вы можете стать прислугой, еще кем-то. Михаил Валерьевич, ну вот вы уже вскользь упомянули о том, что был интересный опыт внедрения в секты, то есть с целью посмотреть, как работает механизм, как отлажен, в чем он заключается. Вот может быть просто наверняка же за это время накопились определенные истории, которые, может быть, крайне полезно было бы услышать нашим телезрителям. То есть что вы видели там такого, что, ну крайне важно нам услышать, а может быть вот человек завтра, не дай бог, там как-то возьмет, войдет в какой-то круг, и он эту историю увидит своими глазами, и уже у него там щелчок произойдет, он вспомнит, что вот ага, это не совсем... Ну очень часто эти организации используют непонятные помещения, то есть они их там арендуют, то есть вы идете как бы в религиозную организацию, она, например, арендует помещение в доме науке. То есть там... То есть это должно как бы наводить... Ну, к сожалению, многие такие здания, дома культуры, они находятся в плохом финансовом состоянии, они часто сдают в аренду, лишь бы кто-нибудь взял. Подобные организации это используют. Я когда ходил, ну, был очень сильно удивлен, что никогда зло не выглядело злым. То есть это всегда нравственные люди с умным видом, они умеют объяснить, почему они не секта. То есть они как бы просят других выступить, рассказать, то есть какие-то о своих деяниях. И вы смотрите, когда вы видите, что вокруг вас очень много людей счастливы, вот, а там все излучают счастье, то вы расслабляетесь, вы чувствуете, эти люди не могут быть злыми, эти люди не могут нанести мне вред. А как вас объединить с незнакомыми людьми? Ну, вот я, например, попрошу вас петь там 40 минут всякие детские песни про Христа. И вы первый раз видите этих людей. 40 минут попели, это уже знакомые вам люди, с кем вы пели безопасные песни. И вы уже объединились с ними в социальную группу, хор под названием. То есть, и вы уже делаете шажок в их сторону. И когда ты не знаешь об этих уловках, вот эти изменения, они очень незаметны. Единственным, как бы, правильным решением это не принимать быстрых обязательств, не давать их и брать паузу на раздумья. То есть, основной, как бы, механизм воздействия на людей это побыстрее взять с себя согласие, зафиксировать его, чтобы ты его сказал перед группой, а дальше уже давить на тебя этим согласием. В некоторых культах вас просят рассказать о плохих своих поступках. Вы рассказываете, а это фиксируется в документах. Потом, через какое-то время, это начинается использоваться против вас. То есть, вы начинаете высказывать публично сомнения о деятельности этой. Они говорят, это в тебе там твое неверие говорит, злой дух там, или еще что-то. И они фактически ту информацию, которую вы себе им даете, они против вас используют. Ну, пугают очень культов, при которых есть детские сады. То есть, ну, они свои, незаконные формируют, так называемая группа. Пугают, что эти дети уже выросли. И они идут там в школы, в вузы. Они продолжают заниматься вербовкой других детей. То есть, некоторые культы, особенно бывает в сельских школах, то есть, они пытаются захватить там кого-то из учителей, ну, завербовать имеется в виду, а потом уже распространять через них. То есть, вот в Самарской области у меня был случай, когда вот так фактически полсела попали под влияние одного из деструктивных культов. Сначала школы, потом дети, потом родители этой семьи. Ну, это не значит, что тут в каждой школе может происходить, но есть культы, которые ориентируются только на молодежь и детей. Там, они в Самаре любят себя называть там философской школой, там, под вывеской. Есть культы, которые не используют рекламу, они будут подходить к вам на улице. Мунит, эмунист. У вас есть 15 минут поговорить о любви, там, или о чем-то еще? Там, к мальчику подходит девочка, к девочке подходит хороший мальчик. Он улыбается. Ему важно там получить две вещи. Ваши контакты и обещание, что вы придете на какое-то их мероприятие. Вы приходите на их мероприятие, дальше вы становитесь на конвейер, и вас ведут с помощью этих уловок до принятия каких-то решений. Решения очень простые. То есть сходить еще, сходить еще, пустить к себе домой. Там у, если не ошибаюсь, свидетелей ЕГВ, у них есть приложение в смартфонах, где они заполняют данные на ваши квартиры. И, например, вы там, они в дверь вам позвонили, вы там назвали, как вас зовут, там, Василий, например, поругались там и ушли. Они уже пишут, в этой квартире живет Василий, считает себя православным, ругается. Через какое-то время приходят, они уже знают, кто вы, они знают, там, о чем говорить. Они уже не просто, они начинают там находить лазейки, там, что вы плохо разбираетесь в христианстве и ставить вопросы, которые вам тяжело ответить. У меня были случаи в практике, когда молодые люди попадали в культ и так вызубривали культовые документы с противоречиями, что они выигрывали в спорах, приезжали к родителям, родители их отводили к священнику и начинали с ним спорить. А священник, ну, не готовился специально и вот своим, как бы, нахрапом, активностью, там, они только, наоборот, больше начинали верить, там, в свой культ идеологии, потому что священник не смог их переубедить. Бывают и такие случаи. Но тут важно понимать, что защиты нету. То есть самая лучшая защита — это ни на что не соглашаться и, как бы, подумать, поискать информацию. Больше защиты нет. Спасибо, Михаил Валерьевич. На сегодня у нас время нашего эфира подходит к концу. Крайне содержательный, актуальный, злободневный и очень важный разговор сегодня у нас с вами произошел. Но мы с вами не прощаемся, только лишь до следующей недели. С вами, дорогие друзья, сегодня мы прощаясь, прежде всего хотим несколько анонсировать, что беседа сегодняшняя не закончена. Мы с Михаилом Валерьевичем на следующей неделе обязательно встретимся и поговорим уже конкретно, чем вредит секта, каковы, может быть, способы манипуляции человеком и чем, собственно говоря, секта опасна. Есть ли люди, предрасположенные к сектанству. Об этом и обо всем мы поговорим в следующей передаче. А сегодня, напутствуя всех вас, я желаю, чтобы вы были осторожны и благоразумны. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова